Добрый день, дорогие подписчики и зрители моего канала! В последнее время в украинских средствах массовой информации начали появляться сообщения о том, что в США возбуждены уголовные дела, во время которых расследуются факты различных злоупотреблений, совершенных людьми из команды Петра Порошенко. Прежде всего речь идет о выводе и отмывании денег. Те же источники свидетельствуют, что некоторые фигуранты этих дел уже подписали соглашение о сотрудничестве со следствием и дают показания. Кроме того, официально изъявил свое желание приехать в Украину опальный олигарх Игорь Коломойский. Я просто уверен, что он не просто так хочет приехать, потому что мне кажется, что у него припасено целый ряд серьезнейших компроматов на нынешнего президента Петра Порошенко. Поэтому, как вы сами понимаете, приезд Коломойского в преддверии президентских выборов для нынешней власти очень нежелателен. Коломойский подумывает приехать, сделать приятное Порошенко. Олигарх Игорь Коломойский может приехать в Украину перед первым или вторым туром президентских выборов. Об этом он рассказал в Израиле несколько недель назад журналисту BBC Джону Фишеру, сообщает BBC News Украина, напоминая, что олигарх якобы имеет паспорта Украины, Израиля и Кипра. На вопрос, боится ли он, что в случае возвращения в Украину его арестуют, Коломойский ответил нет. Я могу хоть завтра приехать в Украину. Против меня не выдвинули никаких обвинений. Но я обеспокоен, что, учитывая количество судебных процессов между мной лично и НБУ или Приватбанком, мне через суд запретят выезд из страны, сказал он. Бизнесмен переживает, что может здесь застрять. Однако не исключает, что накануне выборов может вернуться в Украину. Я думаю о том, чтобы приехать в Украину перед первым туром или между первым и вторым, чтобы сделать приятное нашему уважаемому Петру Алексеевичу, сказал Коломойский. Бизнесмен заверил, что персональной войны нет. Но видеть Порошенко снова президентом он не хочет, потому что за время его президентства в Украине лучше не стало. Таких позорных попыток узурпировать телепространство, как происходит при Порошенко, такого даже при Януковиче и Кучме не было. Чтобы звонили журналистам, давали темники из администрации, о чем говорить, о чем не говорить, как показывать, заявил Коломойский. В то же время на вопрос, имеет ли он влияние на политику, собственник телеканала 1плюс1 ответил, если телевидение можно назвать политикой, то да. По моему глубокому убеждению, телевидение или журналистика – первая власть по своему влиянию и возможностям. Но я не могу решить, кто будет президентом, добавил Коломойский. Он также опроверг, что президентские выборы – это шанс отомстить за Приватбанк. Нет, это не связанные вещи. На вопрос, надеется ли бизнесмен вернуть Приватбанк, Коломойский ответил, что хочет очистить свое имя, наказать виновных и получить компенсацию в том или ином виде. Он также намекнул, что не надеется на помощь Владимира Зеленского в этом вопросе, потому что это не вопрос президента, это вопрос правительства и НБУ. Но я думаю, что если все-таки у Коломойского имеется серьезный компромат на Порошенко, то он может спокойно предоставить его или Владимиру Зеленскому, или Юлию Тимошенко для его распространения в украинских средствах массовой информации. Но вот я хотел бы обратить ваше внимание на один момент. Конечно, мы все люди разные. У каждого из нас свои устоявшиеся взгляды. И каждый из нас имеет свое персональное мнение по своему кандидату в президенты. Но вот если честно, меня удивляют те люди, которые, прожив 5 лет при нынешнем президенте, опять собираются за него голосовать. И что самое интересное, у меня в друзьях в Фейсбуке, оказывается, есть много серьезных людей, которые тоже являются сторонниками нынешнего президента. И мне просто непонятно, когда они начинают писать, что вот Порошенко начал борьбу с бедностью. Они даже не хотят понимать, что он довез страну до нищеты, а теперь для того, чтобы остаться на второй срок, его политтехнологи придумали ему новую фишку под названием «борьба с бедностью». И когда читаешь аргументы этих парахоботов, то просто диву даешься. Оказывается, что если мы выберем Порошенко, то он и реформирует и ВПК, и экономику восстановит, и инвестиции к нам придут и так далее. А вот только хочется спросить, а где вы были, господин президент, эти 5 лет, когда топили бизнес, резали леса, умирали от нищеты пенсионеры, выезжали в Европу зарабетчане, вывозили карпатский лес, душили малый бизнес и так далее. Меня вообще бесит, когда Порошенко нам тирает про инвестиции. Какие инвестиции, если ваши партнеры кинули и кидают европейских предпринимателей? Давайте сейчас посмотрим одно очень интересное видео. Вы сейчас услышите американского бизнесмена, который инвестировал в Украину миллионы долларов, но затем оказался неудобным для Порошенко и в результате оказался невъездным в Украину. Я не буду комментировать высказывания американского предпринимателя. Предлагаю вам лучше его послушать. А выводы уже делайте сами. Здравствуйте. Меня зовут Сэм Кислин. Я американский бизнесмен. Я инвестировал в Украину десятки миллионов долларов. Я верю в будущее моей исторической родины. Но я оказался неудобен лично Петру Порошенко и его банде. В результате, без всяких оснований, мне запретили въезд в страну. Ведь я задавал неудобные вопросы о гигантской коррупции в Украине. Коррупции которой пронизало всю верхушку власти, начиная от генпрокурора и заканчивая президентом Порошенко и его бизнес-партнерами, занимающие высокие посты. В 2016 году Петр Порошенко лично разработал и внедрил новую форму Роттердом Плюс. Это чистое мошенничество. С экранов телевизоров украинская власть вещает, что покончено с углем из России блокадного Донбасса. Показывает видео с закупкой американского угля. А на самом деле они врут. Это тоже была схема коррупционная Петра Порошенко. Куда он втянул даже Доналда Трампа, нашего американского президента. Американский президент, возможно, даже и не догадывается, что его страну грубо использовали в криминальной истории. Жулики Порошенко фактически дважды зарабатывают на каждом украинце. На ваших финансиях за оплату электроэнергии и на дотациях, что идут на покрытие дефицита бюджета. Мои проблемы начались, когда я предложил изменить схему поставок угля в Украину. При которой цена угля не превышала бы 50 долларов за одну тонну. Во сколько уголь обходится простому украинцу, если я предложил поставки по 50 долларов за тонну. А сейчас с каждой тонны Порошенко и его банда зарабатывают по 100 долларов с каждой тонны. Порошенко залез в личный кошелек каждого украинца. Вывел себе в карман через офшоры около 8 миллиардов долларов. Я уверен, что для президента Порошенко и его команды Украина это только бизнес-проект, цена которого гибель страны. Но паразиты не обладают разумом. Это простейшие безжалостные формы существования. Они готовы принести в жертву страну ради личной выгоды. Я даже представить не мог, как глубоко, высоко укоренилось коррупцией. Я встречался с Борисом Ложкиным, Александром Грановским, Алексеем Филатовым. Но в схему обворовывания населения страны, как выяснилось, включены генпрокурор, руководители СБУ, глава НАБУ, руководство СНБО и министры правительства. Я уверен, что такие злодеяния не сойдут с рук президенту Порошенко и его окружению. Я знаю, что в США ведется расследование коррупционных схем его банды. Они обвиняются в отмывании денег, масштабном хищении бюджетных средств, американской финансовой помощи и кредитов. Я как свидетель давал показания по этому делу и знаю, что это серьезные обвинения. Очень скоро народ Украины скажет свое слово. Вместо Порошенко в тюрьме, в одиночной камере со всеми удобствами. И Украина освободится от паразитов, которые многие годы пьют ее кровь. Пора прекратить геноцид украинского народа. И в заключение хочу сказать вот о чем. Последние 24 моих видео за очень короткий промежуток времени набирали очень значительное количество просмотров. И сразу попадали в тренды ютуба. И вот я заметил, что при сохранившейся тенденции уже четвертое мое видео в тренды не попадает. Меня это естественно очень удивило. Но тут я услышал, что точно такая же ситуация сложилась и у Анатолия Шария. У него тоже видео перестали попадать в тренды ютуба. Как вы понимаете, направленность у нас очень похожая. Это критика нынешней власти. Вот я сейчас нахожусь в раздумьях. Неужели ютуб тоже обеспокоился судьбой Порошенко? Да так, что закрыл нам дорогу в тренды ютуба. Или может быть причина в чем-то другом, пока к сожалению непонятно. А на этом, друзья, у меня сегодня все. Подписывайтесь на мой канал. Всем всего самого наилучшего. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok